Продолжение следует... Тема брифинга – итоги саммита группы 20 в Анталии. Вначале будет вступительное слово Светланы Владимировны, а затем Вы сможете задать вопросы по данной теме. Я хотел бы напомнить, что рабочий язык мероприятия у нас русский, но в подлокотниках Ваших кресел находятся наушники для синхронного перевода. А также микрофоны для желающих затем задать вопросы. Теперь я передаю слово Светлане Владимировне. Большое спасибо. Мне очень приятно сегодня быть здесь. Я с удовольствием хотела бы рассказать о своих впечатлениях от саммита в Анталии, который закончился в понедельник, а также в целом поделиться результатами работы группы 20 в 2015 году. Как Вы знаете, это был 10-й саммит 20-ки на уровне лидеров с 2008 года, когда был экстренно созван этот форум на уровне глав правительств и президентов. И 10-й саммит был несколько нетрадиционным. Вы знаете, что в повестке одним из центральных вопросов обсуждались вопросы терроризма и кризиса с беженцами. Даже было принято отдельное заявление по борьбе с терроризмом. Однако большую часть времени и все-таки в дискуссиях лидеров занимали традиционные вопросы группы 20, традиционные повестки, направленные на ускорение глобального развития, на обеспечение уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. В этом году турецкое председательство добавило еще один аспект, который необходимо учитывать при разработке мер экономической политики нашими странами. Это инклюзивность. Как Вы знаете, в этом году было одно уже знаковое мероприятие и ожидается еще другое. В сентябре прошла Генассамблея ООН, были приняты цели устойчивого развития. И в Париже мы все через две недели ожидаем, начнется конференция по климату. Поэтому первая дискуссия на саммите была посвящена именно этим вопросам. Безусловно, недавние трагические события в Париже внесли свои коррективы. И лидеры, прежде всего, выразили соболезнования жертвам трагических событий и решимость бороться с терроризмом. Это звучало в каждом выступлении. Многие подчеркивали, как недавние события в Париже, так и произошедшие в октябре в Анкаре. Они упоминали трагедию с российским самолетом над Синайским полуостровом, а также трагические события в Бейруте, тоже произошедшие недавно. Но, возвращаясь к экономике, вы помните, что в прошлом году группа 20 приняла национальные стратегии роста, которые призваны ускорить глобальный ВВП стран группы 20 на 2% по сравнению с предсказанными уровнями к 2018 году. В этом году наши стратегии роста были обновлены с учетом текущих реалий, с учетом необходимости ускорения экономического роста, потому что прогнозы, к сожалению, остаются достаточно неутешительными. Существует еще много рисков для глобальной экономики. К сожалению, и МВФ, и другие международные организации продолжают понижать оценку глобального роста как в этом году, так и в следующем. Если МВФ в этом году прогнозирует рост на уровне 3,1%, то недавно вышедший доклад УЭСР считает, что это будет всего лишь 2,9%. Это, конечно, действительно чрезвычайно низкий уровень, продолжает снижаться динамика темпов роста торговли мировой, и все это не может не оказывать влияния как на экономики группы 20, так и на экономики развивающихся стран. В этом году очень сильный акцент был уделен взаимодействию с развивающимися государствами, с государствами с низким уровнем доходов, и приоритет инклюзивности, выдвинутый турецким председателем, был поддержан и серьезно поддержан и проработан всеми нашими странами. Из основных достижений работы группы 20 в этом году хотела бы выделить еще разработку инвестиционных стратегий, направленных на стимулирование внутреннего спроса на инвестиции, на улучшение инвестиционного климата в наших странах, на развитие крупных инвестиционных проектов, а также впервые большое внимание было уделено малому и среднему бизнесу, развитию малого и среднего предпринимательства. Это чрезвычайно важный аспект, в частности для Российской Федерации это также было очень полезно, потому что в нашем как антикризисном плане, так и в стратегии дальнейшего развития предусматривается особое внимание уделять именно малому и среднему бизнесу. Очень много говорилось о необходимости борьбы с безработицей, о расширении занятости, причем всех групп населения. В этом году приоритет был отдан молодежи, страны группы 20 приняли общую цель снижения молодежной безработицы на 15% к 2025 году. При этом мы продолжаем выполнение взятой в прошлом году цели о сокращении разрыва в занятости мужчин и женщин, тоже к 2025 году на 25%. И что также очень актуально для Российской Федерации, обсуждались впервые серьезно вопросы так называемой серебряной экономики. То есть активизации трудовой деятельности лиц старшего поколения, вовлечения вышедших на пенсию граждан в активную трудовую деятельность и создания для этого им условий для нормальной жизни и продолжения работы. Мы благодарим Италию за большую проработку этого вопроса. На самом деле именно благодаря усилиям наших двух стран эта тема очень активно развивалась в группе 20 в этом году. Из еще ключевых достижений саммита и работы турецкого председательства этого года необходимо выделить тематику реформирования международной налоговой системы. Два года назад в Санкт-Петербурге был принят план группы 20 и ОСР по размыванию налогооблагаемой базы и уходу от налогообложения, так называемый BEPS, Base Erosion Profit Shifting. Это чрезвычайно важный факт, это колоссальные кардинальные изменения в подходах всех наших стран к налоговой политике. В этом году была завершена нормативная проработка всех 15 пунктов плана. Теперь можно выходить на практическую реализацию. При этом страны 20 в итоговом коммунике призвали все страны мира присоединяться к этому плану, присоединяться к деятельности по реформированию своих налоговых практик в соответствии с принятыми стандартами. Это будет способствовать не только улучшению и повышению прозрачности и эффективности налоговых систем группы 20, но также будет способствовать развитию менее развитых стран, стран с низким уровнем дохода, будет способствовать мобилизации внутренних ресурсов в этих государствах. Серьезные результаты были достигнуты и по вопросам реформирования финансового регулирования. Это, с моей точки зрения, самая успешная тема группы 20. И благодаря ей, в частности, российский финансовый рынок стал намного более устойчивым и понятным для участников. По противодействию коррупции были приняты очень важные документы как по борьбе с коррупцией в частном секторе, так и в государственном, в частности, в сфере государственных закупок и открытости государственных данных. Возвращаясь к самому саммиту и к тому, как проходили дискуссии лидеров, хочу отметить, наверное, во-первых, первая дискуссия, о которой я уже говорила, по вопросам развития климата. Несмотря на разницу, сохраняющуюся, конечно, в подходах стран группы 20 к принятию на себя обязательств в сфере изменения климата, все страны были едины в понимании необходимости достижения серьезного и эффективного результата на конференции в Париже. Мы, признаюсь, очень долго согласовывали параграф итогового заявления, посвященный климату, не только потому, что сохраняются разные позиции, но и потому, что не хотели предвосхищать результаты, которые должны быть достигнуты на площадке ООН в Париже. Тем не менее, мы считаем, что это серьезный сбалансированный результат. Впервые в коммунике 20-ки зафиксирована глобальная цель по поводу непревышения температуры Земли на 2 градуса. Это серьезный прорыв, хотя в документах рамочной конвенции ООН это звучало неоднократно, но на уровне группы 20-ти, поверьте, это серьезное решение. И также было зафиксировано видение стран 20-ки соглашения, которое должно быть достигнуто в Париже. Что оно должно быть амбициозным, что оно должно быть длительным, крепким, устойчивым, сбалансированным. Мы серьезно обсуждали эти темы, и лидеры все подчеркивали важность, высокий приоритет этой проблемы для них и их желание помочь в достижении серьезного результата в Париже. В частности, президент России Владимир Путин также принял решение ехать в Париж для участия в конференции по климату. Дискуссия по развитию климата продолжилась первым рабочим заседанием лидеров, которое прошло 15 ноября, первый день саммита. Там обсуждались перспективы мировой экономики, подчеркивались различные подходы стран к ускорению своих политик в сфере экономики для содействия глобальному росту. В частности, тоже президент России рассказал о том, что мы делаем для выхода из достаточно сложной ситуации, которая сложилась в начале этого года. Сейчас уже экономика России адаптировалась к внешним условиям, и мы надеемся, что в следующем году будет небольшой рост. Обсуждение экономики было продолжено во второй день, уже применительно к финансовым аспектам сотрудничества. Обсуждались вопросы реформирования финансового регулирования, налоговой системы, реформы МВФ. К сожалению, до сих пор, как вы знаете, решения 2010 года не вступили в силу, но есть серьезные надежды, что все-таки Конгресс США ратифицирует эти решения до конца года. В любом случае, работа будет продолжена, и все страны надеются в этой связи на следующий год, когда будет председательствовать в группе 20 Китай. Также очень важная для России тема, которая обсуждалась в части реформирования международной финансовой архитектуры, это вопросы урегулирования государственной задолженности и реструктуризации государственного долга. Эта тема была поднята в прошлом году на саммите в Брисбене совместно с Россией и Аргентиной. Вы знаете, Аргентина столкнулась с серьезной проблемой при реструктуризации своего долга. В этом году тема продолжила быть актуальной для России в связи с рядом аспектов урегулирования задолженности Украины перед Россией. Накануне обсуждения на саммите стоялась двусторонняя встреча между президентом России и главой распорядителем МВФ Кристин Лагард, где нами были выдвинуты серьезные предложения, значительно смягчена позиция по вопросу реструктуризации госдолга Украины и сделаны конкретные предложения, каким образом мы предлагаем этот вопрос решить. Президент затронул отчасти этот вопрос также на заседании лидеров. Это было воспринято с большим энтузиазмом. Многие после подходили и расспрашивали о подробностях наших предложений. Но эта тематика важна не только в контексте текущих проблем Аргентины или России по урегулированию ситуации с суверенной задолженностью. В целом Россия предлагает пересмотреть принятый подход к вопросам реструктуризации госдолга. Сейчас превалирует так называемый контрактный подход, за рамками которого остаются в частности официальные кредиты, как многосторонние, так и двусторонние. При этом в контрактном подходе существует много различных оговорок, которые допускают очень свободное трактование обязательств на уровне национальных судов. Это действительно очень сложная тема. В прошлом году после саммита в Брисбене была проделана большая работа по совершенствованию контрактного подхода. Но идея России и многих других стран в том, чтобы были разработаны общие правила к урегулированию суверенной задолженности. Так называемый универсальный правовой подход. В сентябре на Генассамблее ООН были утверждены базовые принципы по реструктуризации суверенного долга. Там сформулированы 9 основополагающих принципов, которым стоило бы руководствоваться при разработке документов и подходов к реструктуризации суверенной задолженности. И мы надеемся, что этот подход будет дальше развиваться. В частности, президент Путин призвал МВФ и страны, которые больше склоняются к контрактному подходу, проявить гибкость и работать над нахождением общих, при этом обязательных правил для решения подобных ситуаций. И после его выступления с необходимостью работать в этой сфере согласились и Кристин Лагард, и президент США Барак Обама. Для нас это было, безусловно, очень серьезным достижением, потому что тема, как я уже говорила, весьма актуальна. Последнее заседание на саммите было посвящено вопросам международной торговли и энергетики. Вы знаете, что в этом году несколько снизилась динамика. Она продолжает снижаться, начиная с кризиса 2008-2009, динамика международной торговли. При этом присутствует серьезное разногласие в рамках ВТО по достижению договоренностей. Дахийский раунд переговоров застопорился уже и 14 лет не может сдвинуться с мертвой точки. До сих пор не все страны ратифицировали постбалийские решения о соглашении о упрощении правил торговли, trade facilitation agreement. Непонятны пока перспективы министерской конференции в Найробе, которая состоится в декабре. У стран существуют разные подходы. Естественно, в условиях такого тупика в рамках многосторонней торговой системы многие прибегают к усилению своей активности в рамках региональных преференциальных торговых соглашений. Это нормальная ситуация, это безусловно логично, но главное, чтобы такие соглашения были максимально открытыми, прозрачными, инклюзивными, не создавали барьеров для бизнеса. Приятно отметить, что все страны подчеркивали приверженность этим принципам, в том числе страны, которые недавно создали Транстихоокеанское партнерство. В этом плане на саммите в Анталье, безусловно, было единодушие по данному вопросу. В сфере энергетики турецкое председательство в этом году сфокусировалось на вопросах решения проблемы энергетической бедности. Был разработан и принят план по обеспечению доступа к энергии в странах Южнее Сахары. В следующем году эта деятельность будет распространена на Азиатско-Техоокеанский регион. Но также мы надеемся, что будет усилено выполнение принятых в прошлом году в Брисбене принципов сотрудничества в сфере энергетики, которые, в частности, направлены на начало обсуждения подходов к реформированию глобальной энергетической архитектуры. Мы знаем, что такие уважаемые институты, как Международное энергетическое агентство, к сожалению, совершенно не отражают реалий сегодняшнего дня. Решения принимаются без учета основных развивающихся экономик. К сожалению, этот институт до сих пор не способствует нахождению баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов. Поэтому группа 20 в прошлом году приняла решение начать дискуссию, каким образом реформировать, в частности, Международное энергетическое агентство. И мы надеемся, что в следующем году этот вопрос будет продолжен. Хотелось бы в заключении отметить еще несколько важных достижений этого саммита. Если вы читали декларацию, там есть несколько вопросов, которые не связаны с традиционной повесткой группы 20. Тем не менее, раны 20-ки решили, что их необходимо включить. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в сфере международной информационной безопасности. Вопросы взаимодействия и учета как прав человека, так и прав интеллектуальной собственности в интернете были серьезно обсуждены. Мы благодарны за конструктивный подход Соединенных Штатов Америки, с которыми вместе мы серьезно работали. А также благодарны Китаю, который также активно включился в обсуждение этой тематики. Можно сказать, что благодаря нашему подпартнерству трех наших стран впервые в группе 20 был принят очень прогрессивный язык, если можно так технически выразиться, по вопросам безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Другой аспект, который также вошел впервые в повестку 20-ки и будет продолжаться в следующем году, это вопросы устойчивости к антибиотикам или antimicrobial resistance. Эту тематику внесли Британия и Германия. Страны 20-ки поддержали ее, мы проработали язык, который соответствует договоренностям наших стран в рамках Всемирной организации здравоохранения. Это также очень важный вопрос. 20-ка периодически занимается вопросами в сфере здравоохранения. Вы помните, в прошлом году были серьезные обсуждения борьбы со вспышкой Эболы. И надеемся, что вопросы в целом устойчивых систем здравоохранения, возможно, будут достаточно эффективно рассмотрены на уровне группы 20. Теперь, возвращаясь к, может быть, наиболее интересным вам вопросам безопасности, еще раз повторю, что было согласовано общее заявление по борьбе с терроризмом. В нем отражено очень много подходов, даже где, кажется, достаточно общая фраза, на самом деле был достигнут консенсус, что за этой фразой мы понимаем разные вещи. Например, пресечение финансирования террористов включает в себя целый комплекс мер, о которых договорились страны группы 20, начиная от прекращения поддержки торговли нефтью до пресечения частных переводов граждан для помощи террористам, в частности, в ИГИЛ. Также была отдельная, к сожалению, достаточно общая фраза, но, тем не менее, по необходимости укрепления сотрудничества в сфере авиационной безопасности имеется в виду как раз трагедия, которая произошла с российским самолетом над Синаем. Здесь мы благодарны Великобритании за предложение и совместную работу в этой сфере, имеется в виду внесение этой тематики в заявление по борьбе с терроризмом. И последнее. Также в коммунике Анталии есть параграф, посвященный взаимодействию в сфере оказания помощи беженцам и мигрантам в связи с текущими политическими событиями. Впервые страны группы 20 договорились о совместных подходах в этой сфере, договорились оказывать на добровольной основе помощь мигрантам. Мы призвали все страны разделить ответственность и ношу за обеспечение достойного существования лицам, которые вынуждены были покинуть свою страну, при этом пообещав бороться с причинами этого кризиса. Я на этом остановлюсь и буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо. Уважаемые коллеги, сейчас мы переходим непосредственно к пресс-конференции. Несмотря на то, что рабочий язык у нас русский, но если кому-то удобнее задавать вопрос на английском языке, то такая возможность тоже есть. И я хотел бы напомнить, что в компетенцию Шерпы входят в первую очередь вопросы экономической тематики, поэтому прошу исходить из этого при формулировке вопросов. И также просьба представляться перед тем, как вы задаете вопрос. Прошу вас. Кнопка на микрофоне. Спасибо, да. Светлана Владимировна, большое спасибо за ваше выступление. Михаил Коростиков, газета «Коммерсант». Есть такое мнение, что в последние годы G20 все больше и больше вбирает в себя элементы повестки G7, которая, по мнению многих экспертов, с уходом России начинает терять свой смысл и становится не только форумом по экономике, но еще и в значительной степени форумом по безопасности. И в этом году это было особенно заметно. Как вы считаете, это тенденция или это просто связано с ситуацией этого года, с этими ужасными терактами? Спасибо. Спасибо. Я считаю, что это пока не тенденция. Это связано действительно с кризисом этого года, который лидеры мировые не могут игнорировать ни в коем случае. Когда была два года назад достаточно тоже острая проблема в Сирии, не такая, как сейчас, но все же, было принято экстренное решение на саммите в Санкт-Петербурге также обсудить вопросы безопасности. Но в целом Россия придерживается мнения, что группа G20 должна оставаться форумом по взаимодействию в сфере экономики и финансов. Безусловно, это будет решение следующих председателей в группе 20 и в зависимости от состояния в мире в связи с террористической угрозой. Возможно, будут вынесены подобные вопросы и в следующем году. Надеюсь, что нет, потому что это означает, что не будет настолько острой ситуации, как в этом году. Но в целом 20-ка все-таки будет заниматься экономикой. И это уже подтвердил председатель следующего года Китай, которые вынесут сильную, очень интересную экономическую повестку с некоторыми новыми аспектами. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Немер Рауд, Эстонское телевидение. Как писали и говорили российские СМИ, для президента Путина лично этот саммит был очень важным. Вы можете бы прокомментировать это? Спасибо. Я считаю, что, по крайней мере, мой опыт взаимодействия с Владимиром Владимировичем показывает, что для него каждый подобный форум, где он может пообщаться со своими коллегами, весьма важен. Но в этом году, безусловно, удалось наладить взаимодействие по очень многим вопросам, в которых не было до этого какой-то динамики. Состоялось, насколько я знаю, очень эффективное взаимодействие с президентом США Бараком Обамой. Состоялись встречи с очень многими мировыми лидерами, включая вновь вступивших в должность. Очень эффективная встреча, первая, но, надеемся, не последняя, была как с премьер-министром Канады Джастином Трудо, так и с премьер-министром Австралии Мальком Тернмолом. И, безусловно, вот вопросы, о которых я рассказывала, которые в настоящее время очень актуальны для России, в частности, с вопросом регулирования госдолга Украины, также удалось продвинуть на встрече с директором МВФ Кристин Лагард. Общее впечатление, что да, это был очень успешный саммит, как в плане повестки группы 20 и обсуждения общих вопросов, так и в плане общения лидеров. Это мнение как с нашей стороны, со стороны Владимира Путина, так и со стороны других коллег, которые участвовали в саммите. Спасибо. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот заявили, что прогресс наметился в договоренностях между США, Китаем и Россией в плане международных прав человека и интеллектуальной собственности. Не могли бы уточнить, в каких именно пунктах или в каких сферах детализировать, что именно там было принято? Спасибо. Спасибо большое. На самом деле группа 20 здесь играет вторичную роль, потому что в последнее время проходили достаточно интенсивные переговоры на площадке ООН, безусловно, инициированные Россией и рядом других стран. И активными участниками там выступали также наши партнеры из США и Китая. Но на самом деле это достаточно широкая была группа в рамках ООН. Там участвовало 88 стран. Была глобальная группа правительственных экспертов по взаимодействию в сфере безопасности, в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Достаточно сложное название, прошу прощения. Пока договорились об общих правилах и о необходимости двигаться в сторону общих норм, принципов в сфере обеспечения как прав интеллектуальной собственности, В частности, в коммунике сказано, что страны не должны способствовать краже интеллектуальной собственности, торговой информации и использовать эту информацию в своих целях. Также, Россия всегда отстаивала достаточно сбалансированный общий подход к вопросам безопасности в сфере интернета. Поэтому другой аспект, не только коммерческий, это вопросы прав человека, вопросы личных данных, которые также не должны быть использованы в целях, которые могут повредить, соответственно, людям. Поэтому в коммунике группы 20 в Анталье содержит параграф, насколько я помню, он номер 26, где все эти вопросы взаимосвязаны и предполагается дальнейшее сотрудничество в этой сфере. Пока мы не знаем, как это будет в руках председателя Китайской Народной Республики, но по текущей информации они планируют внести в повестку своего председательства определенные вопросы сотрудничества в сфере интернета. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо за брифинг, Томаш Лептак, Чешское посольство. Вы упоминали разговор между Кристиной Лагард и Владимиром Владимировичем о реструктуализации украинского долга. Нам было бы интересно, какие были российские конкретные предложения. Спасибо. Спасибо большое. Предложение, на самом деле, сформулировал и повторил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Анталье. Я кратко, в общем, может быть, в достаточно упрощенном виде их сформулирую сейчас, но, безусловно, они будут прорабатываться дальше. В частности, есть договоренность как с МВФ, так и с американской стороной о том, что наши предложения будут рассмотрены, и мы попробуем найти какой-то общий подход к решению этой проблемы. Прежде всего, Россия готова на реструктуризацию госдолга Украины. Раньше в наших заявлениях такого не звучало. Мы готовы к этому, мы готовы помочь Украине, смягчив условия выплаты долга. В частности, мы не будем требовать никаких выплат в текущем году и предлагаем рассрочку по выплате на следующие три года. В следующем году 1 миллиард, еще в следующем году 1 миллиард и в 2018-м третий. При этом, безусловно, нам необходимо не только взаимодействие с партнерами, всеми заинтересованными сторонами вопроса, но и какие-то гарантии возможных рисков в этой ситуации. Все международные организации, МВФ прежде всего, прогнозируют, что скоро на Украине ожидается ускорение экономического роста, потому что там вернется экономика в нормальное состояние, соответственно, им будет проще выполнять свои обязательства. Поэтому мы предложили МВФ, Всемирному банку, странам 20-ки, прежде всего, Соединенным Штатам Америки, Евросоюзу, крупным международным другим банкам и организациям взаимодействовать и сотрудничать с тем, чтобы разработать какую-то схему, которая позволит нам быть уверенными в том, что если мы идем на серьезные уступки и рассрочки, долг будет все-таки погашен. Спасибо. Елена Деслова, информагентство «Анадолу». Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете председательство Турции в G20 и в целом организацию саммита гостеприимства турецкой страны? Спасибо. Спасибо Вам большое за вопрос, потому что, позвольте мне поблагодарить как от себя, так и от всей российской делегации Турцию за прекрасную организацию саммита. Отточенную логистику, прекрасный прием, турецкое гостеприимство проявилось в полной мере на саммите в Анталье. Мы также высоко ценим достигнутые результаты в течение этого года. На многих аспектах я уже останавливалась. Но прежде всего, очень важен приоритет инклюзивного роста, который выдвинула Турция. Действительно, все меры, принимаемые странами группы 20, должны способствовать не только повышению благосостояния наших стран и наших граждан, но и всего мира. Мы должны избегать возможных побохочных эффектов от нашей политики. В этой связи аспект инклюзивности и борьбы с неравенством, который Турция выдвинула в первые приоритеты своего председательства, был очень важен и в нашей работе в течение года. Я уже говорила, что акцент на содействие и развитие малого и среднего бизнеса в этом году звучал особенно сильно. И это также было позитивно воспринято как всеми странами, так и очень полезно для России. Мы поддержали, и надеемся, что эта практика будет продолжена, поддержали создание нового формата группы 20, женской двадцатки. Вопросы равенства мужчин и женщин на рынке труда в доступе к основным благам в образовании, безусловно, сейчас критичен. Это одна из целей устойчивого развития принятых ООН в сентябре. И создание женской двадцатки будет способствовать большему учету не только мнений относительно повышения экономической активности женщин, но и, надеемся, практических мер. В частности, мы поддерживаем рекомендации, которые были выработаны женской двадцаткой в этом году при активном участии со стороны России. Очень много еще других аспектов, но в целом мы считаем, что это был очень успешный год. И благодарим еще раз Турцию за прекрасную работу и прекрасный прием в Анталии. Спасибо. Да, пожалуйста. Это французская газета Фигаро. Можете ли вы определить или может быть описать обстановку, в которой состоялась встреча между русским президентом Владимиром Путином и американским президентом Бараком Обаме? Спасибо. Но прежде всего, поскольку вы представляете Францию, позвольте еще раз вызразить соболезнования в связи с трагическими событиями. И лично меня, я думаю, очень многих людей тронуло то, как эта трагедия была отражена в выступлениях всех лидеров в двадцатке. Помимо общей минуты молчания, предложенной президентом Эрдоганом, почти в каждом выступлении звучала симпатия по отношению к Франции и желание помочь. И мы очень надеемся, что вот это единство всех лидеров группы двадцати, которое, к сожалению, было усилено трагическими событиями в вашей стране, но все же оно приведет к каким-то серьезным результатам по борьбе с терроризмом во всем мире, усилению сотрудничества наших стран. Что касается вашего вопроса, к сожалению, я не присутствовала на встрече президента Путина с президентом Обамой, но, по крайней мере, во время их первой беседы в первом перерыве саммита я находилась рядом. По моим ощущениям, это была очень конструктивная, серьезная беседа двух людей, нацеленных на сотрудничество. Была активная мимика, позитивная, было активное взаимодействие, явно звучали уточняющие вопросы, ответы, обсуждения. Ну, действительно, вот с моей точки зрения, это был очень серьезный прорыв и в наших отношениях, и надеемся, что в подходах наших стран к борьбе с терроризмом. Спасибо. Да, будьте здоровы. Спасибо. Вы сказали... А, Владимир Сергеев, посольство Республики Южной Осетии в Российской Федерации. Вы сказали, что на саммите поднимались вопросы борьбы с терроризмом и, в частности, экономические аспекты противодействия исламскому государству. Насколько, на Ваш взгляд, на саммите, проходившем в Турции, по Вашим прогнозам, насколько эффективны могут быть экономические меры воздействия, насколько это серьезные были договоренности в этом плане и насколько они могут повлиять на локализацию деятельности террористической организации исламского государства. Спасибо. Ну, все-таки, несмотря на общие подходы и единство к этому вопросу, надо понимать, что группа 20 не вполне подходящая площадка для обсуждения и дальше таких вопросов. Многие лидеры в своих выступлениях касались очень точных, детальных оценок, предложений, но, насколько мы понимаем, дальнейшее обсуждение данных вопросов и взаимодействия наших стран в этой сфере, безусловно, должно идти в рамках ООН или других соответствующих площадок. Группа 20 для этого не подходит. Но самый важный результат – это то, что в этот раз впервые в дискуссию по данным вопросам были вовлечены в том числе лидеры, которые до этого, ну, может быть, так казалось, но не участвовали в обсуждении этих вопросов или не высказывались публично по данным вопросам. Поэтому особенно интересно было услышать, что в целом очень близки подходы всех стран, очень общие взгляды на проблему, ну, а детали, безусловно, должны прорабатываться в соответствующих форматах. Спасибо. Райна Зекич, посольство Босни и Герцеговини. Вы сказали, что речь шла и о возможной реформе Международного энергетического агентства. Мне это интересует, в чём шла речь, имея в виду прекращение действия договора между Украиной и Россией о поставках газа странам Юго-Восточной Европы через украинскую транзитную мрежу. Как вы знаете, с 2018 года страны Юго-Востока, а именно Балканах, могут остаться без поставок газа из-за прекращения вот этого проекта Южный поток и из-за несогласия какого-то между Европейской комиссией, связанного с так называемым третьим энергетским пакетом. Что это значит? Это значит изменения, какие-то связаны с изменениями в этом третьем энергетическом пакете и могут ли страны Балканах считаться теперь на турецкий поток? Спасибо большое. Но, к сожалению, я не смогу ответить так на ваш вопрос, как вы бы, наверное, хотели. В группе 20 не обсуждаются конкретные вот такие проблемные вопросы, тем более в отношении сотрудничества в отдельных странах. То есть всё-таки 20 больше нацелена на разработку общих подходов к решению глобальных проблем. Касательно Международного энергетического агентства речь идёт в целом о реформировании его членства, его мандата для большего вовлечения, прежде всего, развивающихся экономик в систему его управления. И для повышения эффективности его работы. То же самое было сделано ранее с международными финансовыми институтами, такими как МВФ, Всемирный банк. Но вот сегодня пришла очередь для усовершенствования энергетической архитектуры глобального управления. Подробно эта тема обсуждалась в прошлом году в Австралии. В этом году, к сожалению, не очень продвинулись в этом решении. Но в следующем году Китай, для Китая, насколько мы понимаем, это будет одной из тоже важных тем его председательства. Что касается третьего энергетического пакета, тоже в контексте обсуждения в двадцатке этот вопрос не ставился, он не обсуждался. Но, безусловно, одним из предложений в контексте реформирования подходов глобальной энергетической архитектуры является предложение, поддерживаемое Россией, что необходимо усилить координацию в разработке мер политики в сфере энергетики. Это относится и к третьему энергетическому пакету. Естественно, Россия была бы заинтересована, если бы он разрабатывался в более транспарентном режиме, и мы могли бы хоть как-то обсуждать с партнерами его положение. Но, безусловно, работу можно усилить и сейчас, было бы для этого воля лидеров. Применительно к турецкому потоку, безусловно, на двадцатке речь не шла, но этот вопрос поднимался в рамках двусторонних встреч, которые проводил Владимир Путин, в частности, с президентом Эрдоганом и премьер-министром Италии Матой Оренци. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Спасибо вам большое за внимание, спасибо, что пришли. Я всегда буду рада дальнейшему взаимодействию в двустороннем порядке. Пожалуйста, пишите, звоните, всегда буду рада общаться с вами. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.